друзья я вас приветствую на своем канале сегодня мы с вами будем проходить игру joyblade 3 2 части уже есть на моем канале и подписчики требуют с меня третью часть прохождения 3 части будет вам третья часть но прежде чем приступить к прохождению игры первое я хочу сделать превью к этой игре и второе показать вам карту потому что игра очень сложная растянута она где-то минут на 40 около часа где-то так не больше часа в общем давайте я сейчас сделаю превью на этот ролик подрежем сейчас основную картинку как и не сохранить и добавим фон и наложим и растянем ее друзья игра очень сложная это не первая и даже не вторая часть в этой третьей части там дается несколько заданий помимо того что освободить там заложников через заложников как и в принципе во второй части там еще дополнительные задания есть в общем все это вы увидите в игре но суть в этой игры заключается в том чтобы поднять выполнить все миссии а потом подняться на крышу и улететь на гортолете и при этом все у нас наши враги у нас стреляют игра очень сложная сразу предупреждаю но вы все увидите увидите в видео прохождение 2 3 все готово сейчас я вам покажу карту игры вот игра ой вот карта вот карта и отсюда мы стартуем принципе ее можно уменьшить и вот она вот так выглядит вот так она выглядит в увеличенном виде вот стартуем и отсюда во с левой стороны и на этой карте вы видите что обозначены обозначено все дискеты дискеты нам нужны для того чтобы активировать лифты через компьютеры компьютеры нам надо играть логическую игру ключи тут даже есть гранаты гранаты используется в прыжке детонатор вот детонатор который нам надо собрать для того чтобы взорвать 6 бомб вот карточки лежат на зеленом этом лежат карточки для активации лифтов общем тут друзья очень много всего интересного вот такая карта у нас звенючая по моему 20 чем-то этажей 25 по моему или 26 все это в одной игре joyblade 3 это крутая ретро игра друзья поэтому я вам предлагаю начать ее проходить прямо сейчас погнали так друзья мы начинаем играть joyblade 3 и перед нами стоит выполнить задание три задания первое задание это освободить шестерых заложников второе задание второе задание нам надо найти такого человека как крекса и устранить его и третье задание нам надо взорвать это все здание вот этот крекс блафинг блафинг сер захватил заложников и требует от государства типа 20 миллионов миллионов долларов миллионов долларов надо было такое придумать но так как государство не может предоставить такие деньги террористу они отправляют joyblade на это выполнение задания первую очередь нам надо найти трех заложников теперь смотрите по игре первая и вторая часть joyblade очень отличается от 3 в том смысле что в третьей части показано все показаны заработанные очки тут показано энергия и тут показано сколько патронов у нас в обойме нашего оружия как всегда у джоя блейда в руках ни хрена не видно видно что он как-то там за что-то держится что именно у него в руках незаметно точно так же и во всех остальных персонажей которые есть здесь в этой игре графика 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 здесь очень отличается от всех предыдущих двух игр графика здесь очень красивая ну естественно нам показывает количество ключей количество собранных дискет есть здесь даже гранаты граната применяется здесь когда joyblade подпрыгивает и в прыжке он может как бы взрывать гранату затем у нас идет взрывчатка в данный момент у нас сейчас по нулям но ее надо будет собрать 6 штук для того чтобы взорвать это здание затем заложники мы нашли уже одного заложником и детонатор детонатор у нас один для того чтобы взорвать 6 взрывчаток взрывчатки мы будем собирать в самом конце когда мы возьмем первую взрывчатку пойдет время сейчас время остановлено таймер на 10 минутах стоит мы не собираем взрывчатку мы ее активируем то есть мы подходим до траги до первой взрывчатки и время пошло промежуток времени нам надо подняться на самый верх и улететь на вертолете и тогда миссия будет выполнена что касается вот этих игр там все просто просто используешь клавиши лево право и стрелять и надо расположить цифры по порядку 1 2 3 4 да в детстве в юности это было сложно понять игра обалденная но вот эти игры просто сбивали с толку сейчас к этому относятся более проще и пытаются в этом разобраться тем более что к этой игре прилагается карта тогда никакой карты не было поэтому эта игра казалась очень сложной да она и сейчас не очень простая на карте показано абсолютно все ну вы видели я вам показывал в начале игры что на карте можно было увидеть все и причем карта на каждом этаже все отдельно показано то есть игра разбита на несколько этажей есть лифт который от подвала здания может поднять вас на самую крышу но для того чтобы подниматься нам надо активировать все этажи для этого мы собираем дискеты подходим к компьютеру и активируем ах да тут еще есть карты собираем карты для того чтобы активировать все этажи сейчас на данный момент мы на втором этаже написано под Джо Блейд только что было написано вот флур 2 это второй этаж так динамит мы пока не трогаем а вот мы только что использовали гранату когда видим что ситуация безвыходная и нас зажали лучше всего использовать гранату вот эти вот мины если не дотронуться мы теряем жизнь то что теряем жизнь начнем игру с самого начала также поднятие энергии у нас составляет бутерброд с бутылкой непонятно чего ну чего-то съедобного этим мы поднимаем нашу энергию если у нас ее мало да использовали только что второй раз гранату если не применять здесь карту здесь можно бродить по этой игре очень долго и непонятно что делать ну а так по описанию понятно что нам надо в первую очередь освободить шесть заложников но для этого нам приходится кататься на лифте активировать все этажи чтобы туда проходить вот компьютер компьютер мы сейчас решаем задачу и у нас открывается возможность кататься на лифте на новый этаж в общем игра вот в такой степени интересная здесь очень много всего вообще Joyblade 3 это шедевр так активируем сейчас лифт восьмой этаж и заодно еще один и заодно еще один комбинация так сейчас мы можем ехать на восьмой этаж собираем побольше ключей потому что они нам понадобятся для того чтобы открывать двери да по поводу да по поводу вот этой вот настойной лампы которая ездит это вообще настойная лампа ездит на гусеницах такое придумать очень сложно хотя если в голове яролаж то придумать можно еще и не такое так как вы поняли вот эти двери большие которые мы прошли это лифт здесь тоже есть маска когда мы одеваем маску можем проходить сквозь врагов и патроны патроны надо экономить всеми возможными путями так вот наш детонатор второй мы его забираем в общем шесть заложников надо освободить шесть детонаторов для того чтобы взорвать шесть зарядов взрывчатки ну а дискет здесь достаточно для того чтобы активировать все этажи на лифте все этажи здесь закрашенные другими цветами разными цветами вот желтый цвет есть розовый цвет зеленый ну как в первой второй части Joyblade так сейчас мы зайдем бирюзовый цвет или голубь не бирюзовый бирюзовый цвет на этаже и там должен должен стоять еще один компьютер у нас есть одна дискета так у нас пока мне жизни хватает поэтому маску лучше не брать ставим ее на потом так поднялись на третий этаж и здесь у нас есть компьютер сейчас мы активируем этаж для того чтобы разгадать эту головоломку нам потребуется в одну минуту это сделать так активировали шестой этаж так 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 ну здесь всего проще сделано то что видно сколько у нас патронов потому что в предыдущих двух частях там вообще в первой части вообще не видно сколько у нас патронов так так пополнили жизнь сейчас очень много тут врагов их тоже можно перепрыгивать но удобнее конечно их расстреливать и что самое интересное к концу игры враг начинает по нам стрелять так вот мы находим 2 3 нет 2 заложника там у нас была да вот еще и карточка для лифта карточка для лифта это якобы тоже активировать какой-то этаж то есть мы активируем этажи не только при помощи той игры при помощи карточки поэкономим конечно энергию и бутерброды тоже здесь такой темно-розовый цвет уровня так находим дискету и нам надо сейчас отправляться на третий этаж на третий этаж к компьютеру а мы сейчас на восьмом этаже так возьмем немного боеприпасов вот еще карточка есть когда берешь карточку сейчас мы берем карточку написано да это security pass то есть pass это я так понимаю паспорт то есть код но security это охрана я так понимаю что для взлома какой-то охранной системы вот эти карточки нужны и для взлома наверное кодов для лифтов так мы прошли на третий этаж идем к компьютеру для того чтобы активировать при помощи дискеты в этой кушает лифта до 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 Так, поднялись на 7 этаж Тут у нас есть карточка Тоже security Находим ключ Настольная лампа на гусеницах Схаваем бутерброд Так, отлично, нашли еще одну дискету И нашли даже еще одну гранату У нас гранат вообще не было Да, вот тут такое западло Если дотронешься до вот этой бомбы Которую мы только что перепрыгнули Начинаешь с самого начала играть Ну, в спектрме всегда вот так Сделаны игры Что Приходится начинать с самого начала Если погибаешь Наверное, это из-за отсутствия памяти Ну, тут игра и так, я так понимаю Что требовательная Потому что, ну, графика здесь красивая И функций здесь напичкано Напичкано очень много В этой игре Поэтому занимает она, наверное, достаточно много Но я не помню Я-то играю на эмуляторе Я не помню Играет она на 48 килобайтах Или на 128 Или она сделана под 128 По-моему, на 48 она играет Но на ней нету АУ И вообще Игра глухонемая Только Вот эти вот Спецэффекты звуковые Которые были сделаны На 48 килобайтах Ну, тем не менее Игра красивая Интересная Да, патронов у нас мало Патроны у нас начинают заканчиваться И по карте надо посмотреть Где у нас патроны Ближе всего И подзарядиться Так, карточку мы нашли Это для дверей Где находится охрана А мы ее только что проходили Она была закрытая Да, тут даже камеры стоят Так, вот у нас Патронов куча Ну, небольшая куча, конечно Было бы лучше Увидеть Что Полосочка Заполнена До самого конца Так, садимся в лифт Прибыли на четвертый этаж Да, берем масочку Чтоб поэкономить патроны Пополнились жизнями Бывает такое Когда действие маски Заканчивается В ненужный момент Было такое Вот как сейчас Она закончилась Как раз в тот момент Когда мы проходили Мимо Врага Так, находим еще одного Заложника Нам остается найти Еще трех Короче говоря Я так понимаю Когда выходит игра Ну, эта игра Относится к жанру квесты Когда она выходит Она выходит По-любому С картой Потому что Если играть Без карты Здесь Ну, ее нереально Наверное Пройти Ну, может быть И реально Но Здесь Столько ресурсов Именно Я имею ввиду Жизни Патроны Их недостаточно Ну На автомате Эту игру Не пройдешь Это Я не знаю Сколько раз Она погибнет Для того Чтобы понять Что Заряды Взрывчатки Брать Не следует В самом начале Игры Что эти Заряды Надо брать Только тогда Когда освободились Шесть заложников И активируешь Все этажи Лифта Ведь мы Не можем Сейчас Подняться На самый верх В этом здании Для того Чтобы улететь На вертолете Нам приходится Искать Карточки И дискеты И Для того Чтобы играть В игру В эту На компьютере Ну Тоже Надо понять Хотя Там Интуитивно Понятно Что Надо Набрать Код От Одного До Четырех Поэтому Я думаю Что Когда игра Подобного Типа Выходит Она Должна Выходить Вместе С Картой И С Каким То Описанием По Любому Но Тогда Когда Мы В Эти Игры Играли В Юности Никаких Кар Естественно Не Было Никакого Описания Не Было Интернета Тогда Не Было Интернет Вернее Тогда Появился Но Он Только Появился О нем Чем Мало Кто Знал И Не Понимали С чем Его Кушать Поэтому Мы Играли В Эти Игры Методом Тыка Ну Допустим Такая Игра Как Дизи Это Тоже Квест Догадывались Что Надо Делать При Помощи Логики В принципе Все Игр Логические Ну Не Логических Игр Наверное Нет Так Всего 27 Итажей Я так Понимаю Здесь Находим Дискету И Едем На Третий Этаж Да Надо Взять Маску Потому Что Патронов Мало Так Едем На Третий Этаж Чтобы Активировать Еще Один Этаж На Лифте Разрабатываем Загадку Здесь Так Активировали 15 Этаж Так И Нашходим Тут Маску Больше Там Ничего Има Так Видели Мы Детонатор Это Последний Детонатор Заберем Его Позже И Нам Тогда Останется Найти Трех Заложников Найти Трех Заложников Активировать Все Лифты Все Этажи И Пробраться На Самый Последний Этаж Для Того Чтобы Улететь На Вертолете Ну Когда Играешь В Такую Игру Джойблей Третий Ну Как Б Играешь Внутри Здания Да И Кажется Что Все Все Этажи Они Повторяются Аналогичные Ну Ничего Но Да Вот Стол Там Кресло Стоит Картина Висит На Стене Окна Вот Такой Вот Но Когда Попадаешь На Крышу Там Совершенно Другая Картинка Уже Ну Более Или Менее Интересно Интересно Становится А вообще Каждая Игра Каждая Игра Мне Всегда Интересно Что Будет Дальше Когда Переходишь На Другой Уровень Всегда Интересно Увидеть Что-то Новое Так Мы Сейчас У нас Есть Дискета Для Того Чтобы Активировать Еще Один Этаж Мы Сейчас Это Сделаем Нам Нужен Лифт Вернее Нам Нужен Компьютер Для Того Чтобы Это Сделать Настольные Лампы За Нами Гонятся Настольные Лампы На Гусеницах Так Мы Текаем На Лифте На Третий Этаж И Идем Активировать С Помощью Дискета Еще Один Этаж Тут Главное В этой Игре Понять Понять Как Переставляются Быстро Цифры Меняешь Эту Комбинацию Очень Легко И Все Об Этаж Сейчас Только Пронимаешь Тогда Этого Мы Не Понимали И Тупо Как Баран Сидишь Смотришь На Эту Игру И Думаешь Блях Амуха Что Что Делать А Так Ну Друзья Мы Уже Прошли Больше Чем Пол Игры Где-то Уже Прошли Процентов 80 Так Находим Заложника Нам Осталось Найти Двух Заложников Вот Такое Чувство Что В Этой Игре Ну Все Рассчитано Под Завязку Патронов Вот Этих Масок Жизни Вот У нас Маска Закончилась И У нас Осталось Мало Патронов Поэтому Их Надо Экономить И Прежде Чем Нажимать Кнопку Стрелять Если Есть Вариант Убежать В другую Комнату Лучше Убежать Подождать Пока Враги Пройдут И потом Выйти Обратно На То Место Чтоб Сэкономить Патроны Так Активируем Сейчас Еще Один Этаж Там Находятся Наши Заложники Но Неплохо Было Было Поднять Жизни Патроны Патроны Мы Взяли Это Уже Легче О Бронежилет Вообще Красота Отлично Заложник Пятый Заложник Дискета Сейчас Активируем Еще Один Этаж Но Здесь Где-то Находится Еще Один Компьютер Чтобы Не Спускаться На Третий Этаж Вот Оно Так Быстро Активировали Лифт И Так Да Нам Нужно Жизни И Вот Мы Приехали Естественно Посмотрели По Карте Потому Что Искать Вот Так Как Слепой Котенок Ну Это Чревато Наткнуться На Какую Нибудь Бомбу Или На Какого Нибудь Врага И Ну Они Быстро Очень Забираются Жизни Так Мы Находим Еще Одну Дискету Вместе С Маской Вообще Подарок Судьбы Просто Облегчает Нам Жизнь Там Лежала Граната Но То Не Суть Мы Уже Почти На Финише Игры Так Тут У Нас Пришлось Уже Взять Бутерброд Чтоб Пополнить А Вот У Нас Патрон И Компьютер Чтобы Активировать Этажи Тут Как раз Заложник Шесть Заложников Все Друзья Мы Сейчас Должны Спуститься В Самый Низ Возьмем Гранату А Вот Да Вот Вот Этого Функцина Мы Должны Поймать Он На 23 Этаже Был Так Мы С вами Выполнили Покаместь Две Миссии А Сейчас А Сейчас Друзья Начинается Самое Прикольное Мы Сейчас Должны Активировать Все Шесть Зарядов Этого Кренделя Мы Поймали Сейчас Мы Опускаемся На самый низ И Активируем Начинаем Активировать Шесть Зарядов Потому Что У нас Есть Шесть Детонаторов Так Вот Тут Вот Находится Первый Заряд Который Мы Сейчас Найдем И Активируем При Помощи Детонатора Сейчас Пойдет Отчет Времени Вот Все Теперь Надо За Десять Минут Нам Активировать Все Заряды Подняться На самый верх На вертолет И Улететь И тогда Все Три Миссии Выполнены Мы Освободили Шесть Заложников Мы Поймали Этого Крюгера Хренова Как его там зовут Не помню я Который Который Требовал Двадцать Миллионов От государства За этих Заложников И Взорвем Это Здание Вместе С этими Чертями Которые Ходят В фуражках Военные Так Активируем Нашли Второй Заряд Ну Друзья Вы Сами Понимаете Когда Есть Карта Проблем Вообще Нет Никаких Вот Пятый Заряд Ой Третий Прошу Прощения А то Я уже Перебарщу Так На первом Этаже У нас Лежит Еще один Заряд Четвертый Сейчас находим Пятый Ну Тут Быстро Это Уже Почти Мы Подходим К концу Игры Так Вот Пятый Заряд Заряд И тут же шестой заряд. Все, друзья. Теперь нам надо подняться на самый верх этого здания. Сейчас увидите этот вертолет. Тут по нам уже стреляют солдаты. Так, поднимаемся на 28 этаж. Тут есть такая прикольная дверь, которая выводит нас на крышу этого здания. Не дверь, а лестница, прошу прощения. Вот, мы на крыше. И здесь нас ждет вертолет, друзья. Так, бронежилет. Это конец, друзья. Мы прошли эту игру. Я выполню ваше желание. Все, всем пока.